Информация в центре знаний 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 со своей группой. Сейчас она об этом буквально через несколько секунд расскажет. Но я был вот в том месте и был не один раз, и я там общался с очень интересным человеком. Тоже об этом была у нас информация. Она находится на Фейсбуке, находится на сайтах. И этот человек, его зовут Бригу. И интересный факт, что есть такое направление в астрологии. Но Наташа мне поправит, если я выражаюсь не совсем правильно, которое называется читание, ну по-русски говоря, читание на пальмовых листах. Интересно, вот я приехал пару месяцев тому назад из Бали, и там есть тоже такое вот течение, будем называть астрологическое, это лонтар ридинг. Или лонтар это те самые вот как бы пальмовые листки, на которых, в общем-то, по которым можно составлять, чуть ли не предсказывать будущее, или делать какие-то прогнозы. Наташа, ну, ты знаешь это тоже не понаслышке, ты там была и тоже была не один раз. Давай расскажи об этом, что это за направление и вообще о чем идет речь. Ну, пальмовые листья, это общее, скажем так, название вообще, это астрология, она носит наименование Нади. Слово Нади вообще означает приходить добровольно, то есть это тамильское слово, и исходя из его перевода считается, что те, кому предназначено, они придут туда сами. То есть много-много тысяч лет назад на каждого человека был составлен гороскоп, ныне живущего причем, в котором записано его прошлое, настоящее и будущее. И так как, естественно, все люди, человечество, не могут туда прийти, то туда придут только те, кому это надо, кому это предназначено. Вот поэтому, наверное, здесь и используется это слово Нади, Нади-астрология. И также утверждается, что примерно 40% людей в мире могут получить вот это чтение своей судьбы. Ну, видишь, Миша, мы с тобой там были, мы, видимо, попали в эти 40%, потому что предсказания читались и как мне, так же всем тем, кто был со мной в нашей группе. И интересно, у нас были совпадения до такой степени точные, что один мужчина, который был в нашей группе, он бизнесмен, и он выбежал, и он где-то час не мог успокоиться, он бегал по этому дому, в котором происходило это все действие, и кричал, этого не может быть, откуда он все это знает. Это какая-то темпистика. Наташа, я тебя буквально на секундочку перебью. Я хотел сказать вот что. Дело в том, что, ну, считается так, что, скажем так, 5000 лет назад пришел на Землю Бригумуни, это основатель астрологии, который дал астрологию, в общем-то, народу, и вот на конференции, на которой я участвовал вот в рамках твоей конференции, которую вы организовывали с Рустам, я как раз об этом упоминал, о том, что, вот пытаясь дать людям астрологию, хиромантию, нумерологию и так далее, он понял, что люди уже, так сказать, ну, мы в Кали-Юге находимся, поэтому, как бы, у нас память довольно слабенькая, и поэтому он на все это дело, так сказать, плюнул и решил составить гороскопы. И он составил гороскопы. Ну, ты правильно сказал о том, что, конечно, 5, там, или сколько там, биллионов китайцев, да индусов, собственно говоря, не меньше, много, миллиардов. Так вот, конечно, не все туда приедут, а приедут именно те, кому надо приехать. Вот, ну, поскольку он знал, он все-таки, если есть прошлое, то есть и будущее, то он совершенно четко знал, он все-таки основатель астрологии, кто именно туда приедет. Поэтому, как раз-таки, наши, с тобой в гороскопе, это было где-то записано, предписано о том, что в 21 веке, вот так скажем, мы туда приедем, вот какого-то там года. Скажи, пожалуйста, я там был два раза, и вот была такая интересная история, я напрочь, напрочь забыл взять свой первый, вот это, так сказать, ридинг, поскольку там дается такой, как бы, лист, и там стоит какой-то номер. Причем интересно, как это выглядит, просто для тех, кто это не слышал, я расскажу, потому что, вот мы туда, как бы, приходим, и с полки, достается, с полки, со шкафа там какого-то, достается какая-то папка, а в папке лежат какие-то отдельные, вот такие вот, листочки, и это наши, как раз-таки, гороскопы. Ну, типа, как фолдер, а в фолдере лежит файл, если это по-английски. Так вот, там дается какой-то специальный номер, причем этот номер дается человеку, а потом по этому номеру, как раз-таки, достается вот этот, так сказать, файл, или гороскоп этого человека. И вот я забыл, этот дом забыл, я приехал туда, и мне задают вопрос, так, а где твой, ну, меня там, как бы, знаете, не первый раз, а где твой, вот, так сказать, номер? Я говорю, а какой номер? То есть, у меня просто, просто вылетело из головы напрочь. И тут, где же был дан номер? Я с огромным трудом, не знаю уж, почему, я вспомнил, действительно был номер. Короче, мне пришлось начинать сначала. Но там, интересно, там дается как бы тест такой, я не знаю, как было вот у тебя, с твоей группой, но там дается тест. Причем, мне когда ребята рассказали, мы ехали туда по дороге в машине, те, которые там были, я спрашиваю, как это происходит, процедура, они говорят, ну вот, дается типа теста, достается какие-то там, несколько кружочков, там 27 кружочков было, три ряда, и вот надо выбрать какой-то один кружочек. Если ты первый раз попадаешь, так сказать, ну тогда это 100%. Если ты попадаешь со второго раза, вероятность твоего, ну так сказать, гороскопа и предсказания, если можно так выразиться, это 50%. Если ты с третьего раза, больше чем три раза не дается, если ты три раза не попал, тебя отправляет уже, в следующий раз можно приехать только через полгода. И вот, с первого раза, я себя представил, и я точно попал туда с первого раза, то есть, мне зачитали, действительно, это был мой полностью гороскоп, со всеми абсолютно моими родственниками, там, друзьями и так далее. А вот второй раз, когда я приехал, когда я забыл, я начал уже искусственно себе что-то придумывать, и создавать себе вот какой-то вот тот вот один из кружочков. Короче, с третьего раза я все-таки попал туда, иначе бы это была холостая поездка. Вот, но вероятность этого, соответственно, уже была 25% от того, что это правда. Но, что самое интересное, я помню все-таки мой первый, так сказать, чтение, оно совпало. Так вот, такая же история, наверное, была и у вас, и для чего дается этот все-таки тест? Ну, насколько мы поняли, последний раз, у нас вообще из всей нашей группы попало только два человека. И он сказал немножечко по-другому нам, потому что мы тоже его спросили, он сказал, это, потому что у нас совпало, у всей группы полностью, которая у нас была, все вещи, которые он рассказывал, я говорю, люди были шокированы, потому что там были до такой степени, мельчайшие подробности, скелеты в шкафу, которые могли знать только эти родственники, и ни жена уже, допустим, или ни муж, и он выдавал все эти вещи. И как он нам сказал, этот тест проводится для твоей концентрации, то есть проверить, насколько вообще ты концентрирован в мире, насколько ты вообще осознанно живешь в мире, насколько ты вообще, зачем ты сюда приехал. Есть ли у тебя действительно понимание того, зачем ты сюда приехал? У нас всего два человека попало из нашей группы. Один человек попал с первого раза, и один человек попал со второго раза. И он посмеялся, сказал, что да, в принципе, ничего удивительного, современные люди абсолютно не сбалансированы, абсолютно не концентрированы, они все где-то там у нехвата выведены полностью, вся из равновесия. Поэтому это все прощается. Также он делал еще какие-то манипуляции, еще смотрел наши руки, составлял определенный уже гороскоп, потом, значит, опять был еще один тест. То есть там было несколько манипуляций, точно так же тоже у каждого был этот свой номер. Ты знаешь, вот я сейчас только об этом вспомнила, кстати, хорошо, что ты мне напомнила, то бы я оставила, наверное, этот листочек дома. Спасибо тебе огромное. Да, ну вот видишь как. Теперь у меня два листочка, но там еще есть интересный момент. Они говорят так, и я боюсь, что я уже не застану его. Дело в том, что это довольно пожилой человек уже, и теперь принимает, по всей вероятности, его родственник. Я не знаю, вот ты говоришь, что это племянник. Они принимают оба. Оба. Принимает и тот, и тот, да, просто на Тулау вон периодически где-то бывает и то в отъезде, и то еще, ну, видимо, по родственникам ездит, уже какие-то свои дела передает, может. В основном, да, работает его какой-то внучестный племянник, мы так поняли, что, но работают они оба, то есть они оба читают. Ну, насколько я помню, нам было сказано о том, что мы можем приезжать туда, во-первых, приезжать туда можно раз в полгода, не ранее, а второе, туда можно ехать 15 раз, поскольку есть 15 глав. Кандомы они называются, да. Все-таки, 16, да, тем более. Ну вот, расскажи вообще о самой вот этой системе, и это что, отдельное направление в астрологии, или это, в общем-то, все вместе, и чем это отличается, допустим, от обычной натальной карты, и так далее. Ну, считается, вообще листы были найдены примерно в 13 веке первые. Когда наши предки нашли их, они поняли их значимость, считается, скопировали содержание на пальмовые листы, сделав точную такую, как бы, копию. И считается, эти листы, они хранятся теперь, и передаются в одной семье, не далее, от поколения к поколению. И вот эта семья, она уже именно семейно, учится делать эти предсказания. Ну, это как определенный заработок. Эти астрологи называются нади-астрологами, и для них это наследственная профессия. Они обучаются у своих старейшим, и так, и дальше, и дальше. То, что записано на листях, читается, объясняется ими. Считается язык этих листей, очень поэтищим. Ну, насколько ты помнишь, натула, он тоже не разговаривает на английском, они все говорят на хинди, и там у нас есть переводчик, который переводит с хинди уже на английский. Саши, по-моему, да, Саши, по-моему. И вот этот язык, он действительно, когда он говорит, он очень поэтищен, он очень красив, и говорят, те, кто его понимает, это очень, ну, как очень приятно слушать. Некоторые считаются, Надя, они переведены на другие языки, на Телугу, то есть, считается, вот эти листья, они разбросаны по Индии в нескольких местах. Хотя, по одному из мнений, они хранятся только в одном городе, ну, насколько это правда, никто не знает. Да, но мы сейчас говорим, просто для наших радиослушателей, мы говорим о районе Джайпур, и вот основная экспедиция едет в Джайпур, и ты мне рассказывал, я этого не знал, не знал о том, что его, как бы, дедушка этого Натулы строил этот форт, там есть совершенно потрясающе красиво, вообще Джайпур, это розовый город, его называют, и там есть совершенно обалденный порт, в общем-то, все туристы, и не только туристы, едут туда, Амбарфорд, где, ну, как бы он был построен для защиты от мусульман, которые, ну, как бы, в общем-то, пытались разграбить все, и это, как бы, защита была, и туда, там, на слонах туда можно приезжать, на машинах пешком и так далее. Вот. Да, там очень красивое место, само по себе, очень такое, интересное, сверху, там, храм Ганеши, с него можно наблюдать полностью весь Джайпур, и сам по себе, Джайпур, конечно, он очень красивый город. и вот вернемся к этим листьям, и считается, что, вот этот отпечаток большого пальца, если ты помнишь, да, там ты ставишь, или указательный, я уже не помню, то есть, там разных несколько версий, ты должен поставить, вот, на этот квадрат, ну, вот тебе сказали, что попал, не попал, нам сказали, что это наша концентрация, проверить, насколько мы на самом деле умеем концентрироваться, не умеем концентрироваться вообще, на именно том, для чего мы это делаем, вообще, зачем ты сюда пришел, как говорится, что же тебя влекло, любопытство, или ты на самом деле хочешь узнать все-таки, что написано в этих кандомах. Вообще, что представляют из себя эти кандомы? Первым кандом он находится, считается, по отпечатку пальца мужчины, по-моему, правого, женщины левого, и будет содержать имена родителей, жены, или мужа твоих, значит, братьев, сестер, тети, дяди, профессии, и профессии, также родителей, может сказать. Второй кандом, он показывает деньги, показывает твою семью общую, твою речь, твои глаза, твое образование. Третий кандом показывает твоих братьев, сестер, но это уже более развернутые, скажем так, вещи. Допустим, Рустам, когда проходил, он сразу ему сказал, что, он достал несколько тоже кандомов ему, и сразу сказал, что у тебя были проблемы по братьям и сестрам, что-то ты сильно там переживал из-за этого. Ну, у Рустама, сестра, у нее пропал просто-напросто муж, и вот, и тем более, это произошло при таких мистических обстоятельствах. Она родила второго ребенка, он пришел в роддом, увидел этого ребенка, на следующий день он просто пропал, и все. И вот, кривоастролог, он сказал, это все, Рустаму сказал, что вот по третьему кандому, какие проблемы, какая карма, из-за чего это все произошло с Рустамом, почему он переживал так из-за этого, что он сделал в прошлом, и что ему нужно изменить, чтобы, ну, какие делать упаи, для того, чтобы сестре тоже было легче. Четвертый кандом рассказывает, показывает мать, твои земли, твой дом, твой транспорт, и удовольствие от этой жизни. Пятый показывает детей, наличие их или их отсутствие, причины, по которым это все происходит в нашей жизни. Шестой показывает, долги, враги, болезни. Ну, в принципе, оно все как бы аналогично домам гороскопа, да, Миш? Ты уже отслеживаешь эти моменты. Седьмой кандом показывает брак, жизнь в браке, насколько счастливы будут наши взаимоотношения. Хребу тоже говорит об этом, очень подробно, причем рассказывает, какая будет у тебя семейная жизнь, какие годы даже могут быть неблагоприятные в твоей жизни именно для семьи. И тут же дает упаи, дает нейтрализации. Восьмой опасности для жизни, непродолжительность жизни, период смерти. Также вот интересный был момент, в нашей группе он нескольким человекам сказал, как человек уйдет, в осознанном он состоянии будет или не в осознанном состоянии он будет. Кто-то вообще не обратил на это внимание, то есть кто-то просто даже не услышал. Вот я наблюдала за всем этим со стороны, было интересно, а для кого-то это была очень важная информация. Один человек у нас просто приехал услышать именно вот это. То есть для него был важен именно его уход, как он уйдет, когда он уйдет. То есть мы все разные, у нас у всех у каждого разный уровень духовного развития, поэтому каждый, наверное, он все-таки приезжает за своим. Вот восьмой кандом, он показывает вот эти вещи. Девятый показывает нашего папу, наше благосостояние, удачу, духовность, благословление от святых людей. Десятый показывает нашу карьеру, нашу работу, вообще полностью наш социум. Одиннадцатый показывает неожиданные прибыли и второй брак. Двенадцатые наши траты, заграничные поездки, следующее рождение и следом пошли уже дополнительные главы, которые при первом посещении не открываются. То есть для того, чтобы ты их увидел, услышал, ты должен приехать второй раз. При первом посещении тебе открываются только вот эти двенадцать кандомов обычно. И следующие главы, они рассказывают уже предыдущее рождение, совершенные грехи, меры исправления их. Потом, значит, идет уже четырнадцатый кандомов. Он рассказывает о мантры, мантра джрам или ношение талисманов. То есть рассказывает, какие мантры человеку читать, что носить. Потом идет лечение хронических заболеваний. Там уже полностью останавливается на болезнях. Тоже вначале он дает как бы тестовую диагностику при первом посещении. Когда ты приезжаешь второй раз, он уже может дать тебе совсем другие знания. Вот у нас был такой случай у нашего знакомого, когда он приехал на листья. Он ему открыл листья и сказал, ты умрешь, тебе осталось жить два года. И чтобы этого не произошло... Такие вещи не говорят обычно. Да, говорят на листьях. Надя, астрология, она этим и отличается, что там говорят эти вещи. И, значит, но чтобы этого не произошло, ты должен уехать и делать то-то, то-то и то-то. Он уехал, делал то-то и то-то, приехал через два года, он открывает его листья и говорит, ты был у меня два года назад, ты должен был умереть тогда-то, тогда-то. И он читает, с листа это. Но ты не умер и приехал второй раз, потому что ты был два года назад здесь, я дал тебе, тебе были даны вот такие толпы, и ты их сделал, поэтому ты приехал. И ты умрешь тогда-то. И опять он ему поставил дату смерти. Еще интересно, вот у этого мужчины, у этой пары семейной, у них не было детей очень долго. И тебе, говорит, еще у тебя, говорит, есть у тебя нет детей, как бы и пока не будет, вот пока ты не сделаешь то-то, то-то, то-то. Езжай, тебе, значит, опять нужно делать упаи. Тот уехал, приехал, и после этого он уже не сказал. В смысле, конец его жизни. Уже не было конкретно года, не было конкретно. То есть, получается, человек своими деяниями в этой жизни два раза как бы продлил себе жизнь, благодаря тому, что он попал на эти пальмовые листья. Это реальная история жизни, я реально знаю этого человека. Ну вот видите, это то, как раз, что называется, кармой. Вот, мы об этом говорили на конференции. Есть понятие карма, есть понятие дарма. Дарма – это предназначение. И вот, зная свое предназначение, что, в общем-то, можно узнать по каким-то астрологическим программам, беседуя с астрологами, беседуя с психологами, нумерологами и так далее, которая позволяет нам выполнять свою карму или свое предназначение, опять же, в жизни. Это не объяснение о том, что мы делаем что-то неправильно, потому что у нас вот такие обстоятельства. Ну, как известно, человек делает сам свои обстоятельства, но и изменяя внутренний мир, он изменяет внешний мир, внешний мир и есть обстоятельства. И вот, зная свое предназначение, намного легче, будем так говорить, функционировать. Для этого, как-то раньше люди и брали такие консультации, берут и сегодня, но в гораздо меньшей степени, потому что вот различия западной астрологии, скажем, и восточной состоит именно в том, что западные, западные, скажем, астрология говорит о том, что и вот у меня таких знакомых огромное количество, включая моих близких родственников, которые считают, ну как, у нас же есть качество Бога. Ну, допустим, неважно 75% или сколько там по физической концепции, но у нас же есть, то есть человек сам хозяин своей собственной судьбы. Это означает, что вот мы можем все полностью как бы скорректировать и делать правильно, если он точно знает, что это именно так. Если он не находится в Мае, или в иллюзии, что, в общем-то, часто и бывает. Поэтому, ну, окей, значит, ты берешь консультацию, это подтверждает то, что ты знаешь. Здорово, замечательно, есть люди, которые в этом разбираются лучше. Вот, скажем, я поехал туда и там мне дали, в общем-то, сказали, чем мне следует заниматься. Ну, я это принял, поскольку знает лучше. Зачем рисковать? Я правильно говорю, Наталья? Да, конечно. Вот. Хорошо. Так, люди едут туда, конечно же, для каких-то своих причин, по своим причинам, для каких-то своих собственных реализаций. Ну, вот, буквально завтра вы уезжаете, ну, будет возможность, мы побеседуем уже оттуда, и расскажешь нам, как там происходит это, ваше путешествие. Ну, как правило, я знаю, что вы с Рустамом не на экскурсию туда едете, это не туристские маршруты. Ну, какова, скажи мне, основная цель вашей туда, будем говорить, экспедиции, не только побывать у Бригу, и чтобы он дал всем какие-то там предсказания или прогнозы? Ну, нет, на самом деле, потому что все равно Индия, ну, для меня на это духовная Индия, прежде всего. Я очень люблю эту страну, и бываю там, ну, минимум обычно два раза в год, и всегда получаю какие-то там действительно мистические откровения чисто для себя. То есть, конечно, в первую очередь, всегда мы едем туда в первую очередь для себя с Рустамом, потому что эти места, они наполняют действительно этой энергией, благодаря которой твоя Душа прогрессирует потом. То есть, ты получаешь какие-то такие ответы на свои вопросы внутренние, глубокие, духовные, благодаря которым у тебя потом происходят трансформации. И трансформации не просто как, ну, чего-то там, а трансформации твоего сознания. То есть, после этого ты приезжаешь и, например, ты начинаешь видеть, что где-то, да, в семье, может, ты неправ, может, где-то ты неправ в отношении с детьми, может, где-то ты неправ в отношении со своим мужем, и вот благодаря действительно вот тем духовным местам, в которых мы бываем, приходит это понимание. Я не могу понять на самом деле, как это работает, но оно работает, понимаешь? То есть, сами по себе места, они подключают тебя к глубокому пониманию изменения твоего сознания, изменения твоих санскар, привычек вот этих вот с прошлого воплощения, которые ты сюда принёс и которые на самом-то деле тебе нужно изменить в себе для того, чтобы рядом тебе было хорошо и твоим близким было хорошо. И, конечно, то, что мы ездим обычно всегда с группой, это... Я просто вижу, насколько благоприятно и благотворно это сказывается на людях. После поездок всегда люди очень сильно меняются. Меняются именно в хорошую сторону. У людей очень многих открываются сердца и они начинают на мир смотреть. То есть, мир становится намного более обширным, потому что Индия, она очень многогранна. То есть, там ты можешь увидеть как блеск и нищету, так же и грязь, так же, я говорю, прекрасные сады, ухоженные виллы и все это вместе, и все это чередуется. И иногда ты не понимаешь, зачем ты сюда приехал, но потом тебе приходит вот это глубокое откровение и ты начинаешь понимать, что... Ну, недаром, наверное, Индию называют духовным центром мира. Ну, вообще-то, ну, во-первых, это действительно так и я за собой замечал точно так же вот первый раз я поехал туда, ничего не знал, ну, там я что-то понял, попытался, точнее, понять, потом поехал второй раз, чтобы, в общем-то, проверить, ну, так, как говорят, втянулся и стал ездить. И действительно, каким-то образом я стал, ну, какие-то вещи понимать значительно яснее, чем я понимал. то есть, вот есть какое-то такое чувство, по-моему, это God feeling, когда трудно это определить с точки зрения какого-то то ли здравого смысла, то ли просто как-то объективно оценить, но вот есть чувство необъяснимое, это именно так. и это чувство появляется именно все чаще и чаще, когда в общении с людьми, в понимании своего, действительно, своего собственного предназначения. И когда в центре все-таки мы общаемся с огромным количеством людей, в центре Сангейтса и на интернете в основном, конечно, то легче, скажем, понять человек, который к тебе обращается с каким-либо вопросом. И Индия, вообще-то говоря, я читал, она себя защитила, ну, как говорят, Индия страна контрастов, да, как в этом фильме было, то там действительно очень много абсолютно противоположного. И грязь, и нищета, и непонятно, как там люди живут, и нищих там огромное количество. И вот это вот отталкивает тех людей, которые приезжают туда и видят именно эту сторону. Они не видят других сторон, они не видят вот этой сокровищницы знаний, которые там находятся, и той энергии, которая там незримо присутствует в определенных, естественно, конечно же, местах. Но таким образом Индия себя защитила. И если бы Запад, как написано вот в тех источниках, которые я читал, знал бы об этом, то Индию разграбили бы уже давным-давно, потому что там знания это и есть та сокровищница, которая дороже, чем любые там какие-то драгоценности. И очень рисковали, и продолжают рисковать те люди, которые пытаются в свою как бы пользу это все, вот эти знания привлечь для зарабатывания или зарабатывания каких-то материальных благ. Поэтому, когда были случаи и войны, и там мусульмане пытались там разграбить, кстати, один храм они оставили нетронутым, я там был тоже несколько раз, это храм Балычи Темпл, который находится в Терупате, это храм Вишну, и туда приезжают люди со всего мира, ну, в меньшей мере со всей Индии, потому что там исполняются все желания, когда Вишну уходил, время было такое, он говорит, ну, ребята, ну, надо мне уйти, а там все плакали, рыдали, как же ты это, на кого ты нас оставляешь, он говорит, не волнуйтесь, я поставлю вот на горе, поставлю храм, и все, что вам надо сделать, прийти в этот храм, поклониться, и больше ничего, и то, что вы хотите получить, вы получите, и люди стали туда ходить, и, в общем, там стало потворение, там надо стоять огромное количество часов в очереди, но зато действительно люди, которые посещают этот храм, еще раз повторяю, я на себе это чувствовал, проверял, работает, без сомнения, и, конечно, это должны быть искренние желания, не просто так, вот я там, вот хочу, и все, ну, интересно, интересно, без сомнения, страна, поэтому туда разные группы людей приезжают, ну, вот в данном случае у вас большая группа едет туда сейчас, Наташа? Ну, сейчас у нас 20 человек, в принципе, не такая большая группа, но мы специально большие группы не набираем, потому что, чтобы пройти листья, тоже, чтобы это не растягивалось по времени, чтобы общей группой приехать, пройти, и заниматься дальше уже духовным паломничеством, то есть посетить храмы, монастыри, которые мы запланировали посетить в этой поездке, насладиться красотами Джайпура, также мы хотим съездить еще в Пушкар, где находится единственный в мире храм Брахмы, он только в этом городе расположен, во всех городах других не существует, потому что Брахма был проклят в свое время, вот в Пушкаре находится единственный этот храм Брахмы, там потрясающий тоже есть храм в Ветре, очень высоко, высоко на горе, и когда мы поднимались туда, нас вел туда проводник, мальчик из отеля, с ресепшена, и когда мы туда поднялись, он нам сказал, что мы все герои, потому что на самом деле он нас не предупредил, что это будет очень тяжелый действительно подъем, и мы поднимались с остановками, поднимались долго, хотя вышли за два часа до рассвета, но солнце мы встретили по дороге, никто из нас не поднялся в нужный момент, нет у нас такой физической подготовки, и вот эти вот места, они действительно, они тебя погружают вот в это состояние, про которое ты меньше рассказал, потому что это те места, где ты соприкасаешься, здесь соединяется земное и небесное с моей точки зрения, и в этих местах очень легко подключиться к этому небесному, и твоя душа, она остается такой, какая она есть вот без этой шелухи, без этого ума, ум останавливается в этих местах, чем тоже хороша еще Индия, там быстро прекращает внутри тебя болтать твой внутренний болтун, и поэтому я очень, я говорю, люблю Индию, я очень много видела трансформации как на людях, что происходит с ними, когда они посещают вот эти храмы, кстати, тоже интересный был у нас опыт, когда мы были вот в Пушкарии, вот в этом храме, там сидит потомок Адишан Карачария, то есть он просто принимает людей, они подходят, делают ему под намаскар, и Адишан Карачария, ты помнишь же, наверное, это Адвайта, да, и вот от этого мужчины, это его прапрапраправнук, и вот от него вот исходит прям на самом деле это Адвайта, и вот вроде просто как бы буквально ты подходишь, делаешь под намаскар этому святому, и ты попадаешь в это состояние, то есть таким образом, я говорю, срабатывает Индия, то есть она непонятным абсолютно образом работает, но она работает, и после этого ты просто уже не можешь быть прежней, то есть какой-то духовный экспириенс в обязательном порядке ты переживаешь. Да, да, это все правда, это действительно так, ну вот два года я не был в Индии, ну, наверное, в этом году, в ноябре месяце, в общем-то, рекомендуется туда ехать чисто по времени, поскольку очень жарко, особенно на юге, то есть сейчас еще конец, скажем так, февраля, еще нормально, особенно на севере, ну, в Джайпур это не так, это не юг все-таки, ну, так, средняя там, будем говорить, полоса, ну, вот, наверное, в ноябре месяце, в ноябре, вот такое хорошее время, еще не очень холодно на севере, и февраль месяц, где вот такая комфортная погода, потому что я был как-то в мае месяце, ну, приехавший в Террупати, в этот Баладжи, Темпл, Мандир, было, в 6 утра было где-то 45,6 Цельсию температура, так что довольно-таки жарко. Наташ, хорошо, ну, я знаю, вам надо уже собираться, уже совсем скоро вы отправляетесь, я хотел бы пожелать, и наши радиослушатели, несомненно, присоединяются таким пожеланием, ну, во-первых, хорошего путешествия, ну, и самое главное, все-таки, реализации, каждый для себя ищет своих реализаций там, и каждый, каждое посещение этой страны, замечательной страны, это, конечно, огромный заряд энергии, и я знаю человека, довольно известного, такой, Вячеслав Рузов, он говорит, ну, я езжу буквально, у меня нету ни одного дня, постоянно разъезжаю, я говорю, а как вы, вот, столько энергии тратите, ведь любой перелет, особенно изменение часовых полисов, это огромный расход энергии, и огромный стресс для организма, даже один час, изменение вот времени, там, зимнее, летнее, это негативно сказывается в нашем организме, он говорит, ну, как бы я ни ездил, сколько бы я ни ездил, одна поездка моя в Индию, в определенные места, где я знаю, вот, дает мне возможность полностью нейтрализовать тот расход энергии, который у меня происходит, и я накапливаю буквально за одну поездку, вот, на пару лет накапливаю энергии, поэтому, Наташ, тебе и твоей группе, ну, вот, накопление позитивной энергии, и мы встретимся уже, если будет возможность, прямо там, с места событий, ну, а по приезду, вот, такой, откроем, может быть, небольшой секрет, нашим радиослушателям, мы планируем, с Натальей Хамитов, физический астролог, Центр Руна России, такие программы, делать, ну, может быть, даже два раза в неделю, для начала, ну, вот, какие дни, ну, ориентировочно, понедельник, четверг, но это будет уже после приезда, в марте месяце, мы начнем такие программы, и вы, дорогие друзья, сможете их посмотреть, послушать, все программы у нас записываются, и это в том числе записывается, выставляется на YouTube, дальше идет на Facebook, и вы можете, в общем-то, с любого, и на веб-сайте у нас будет это, будете смотреть, и, пожалуйста, мы будем делиться этой информацией с вами. Наташ, большое спасибо, за участие в программе, еще раз, хорошего путешествия, ну, счастливого возвращения. Благодарю, и желаю тоже всех благ, радиослушателям, чтобы их мечта, она была реальностью. Спасибо большое, всего доброго, с вами был интернет-портал радиоцентра Сангейс, Михаил Мелехов, руководитель центра, Наталья Хамитова, ведический астролог России. Всего доброго, до свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин